С середины 20 века доступность антибиотиков стала для россиян соблазном принимать их по любому поводу. Годы самолечения не только вытравили все хорошее из организма, но и подначивали патогенные микроорганизмы искать способы самообороны. Бактерии и вирусы это огромная армия, которая приспосабливается к меняющимся условиям, причем гораздо быстрее, чем мы. Естественно, они вырабатывают устойчивость к существующим лекарственным препаратам. На помощь лекарственным препаратам приходят в том числе и наноматериалы. И одним из самых эффективных среди наноматериалов являются наночастицы серебра. И мы комбинируем антибактериальные свойства растительного препарата и наночастицы серебра. Получить наночастицы серебра можно несколькими способами. Химические и физические методы потребляют много энергии и могут привести к образованию токсичных побочных продуктов. Биологический синтез позволяет легко контролировать размер и форму наночастиц и получать результат с высокой биосовместимостью. В проекте задействовано 8 сотрудников, в том числе и студенты. Изначально инициатором была я как руководитель проекта. Он рассчитан вообще на 3 года. Работы предстоит еще очень много. И говорю, анализ литературных источников показал, что, например, наночастицы со сфагнумом, с какими-то его частями, с экстрактами, их не было получено. Поэтому нам во многом остается опираться только на свои исследования. И зачастую мы не можем обратиться к литературным данным, чтобы сравнить полученные нами результаты с какими-то литературными источниками. То есть в этом есть и плюсы и минусы. С одной стороны, приятно, что мы двигаемся, скажем так, впереди многих исследований. А с другой стороны, это налагает большую ответственность. И поэтому очень многие вещи нам приходится повторять и повторять, чтобы убедиться в полученных результатах. В 2021 году исследование сотрудников лаборатории био-нанотехнологий Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета поддержал Российский научный фонд. Ариадна Кугушева, Универньюз.